всем привет дорогие друзья давно не виделись что произошло за целых три недели которых не было выпусков на канале мы также таксуем также в экономе монополист а херел если у монополиста альтернатива можно ли работать где-то еще кроме яндекса вот к примеру сегодня рассмотрим такой агрегатор новый агрегатор как написано на самом сайте компании но этот новый агрегатор на моей памяти уже наверное лет пять все новый агрегатор заказа такси x-car агрегаты созданы водителями для водителей ну кстати формулировка водителями для водителей мне кажется наиболее актуальной поскольку на сайте заявлено что зарегистрировано водителей три с половиной тысячи в системе и зарегистрировано пассажиров порядка тысяч ну это на каком-то глобальном фоне конечно ничто то есть как водителей мало так и пассажиров и 400 заказов опять же на сайте информацию с ним посмотрим заявлено она о том что 400 заказов такси в системе появляется ежедневно ну конечно это очень мало и какой-то альтернативе говорить ну на мой взгляд не приходится хотелось бы сказать по поводу заработков да вот мы наверное таксисты слишком много зарабатываем что можем себе позволить вот такую огроменную комиссию монополиста вот я сейчас открываю ехал по делам и открываю непосредственно заказ в заказе видно что человек платит 220 рублей с этих 220 80 рублей забирает яндекс это 9 процентов по делам 20 с лишним процентов это комиссия самого яндекса и 4 с лишним процента это комиссия с ндс а с комиссии соответственно ну то есть такой разброс придуманных всевозможных опций с которых снимает до яндекс помимо того что он еще снимает с крупных заказов да бывает так что ловят его за руку что допустим у самого пассажира там 2000 рублей а у водителя на балансе оказывается полторы да с нее еще вот это вот все снимается и сама поездка стоила пассажиру 2000 рублей а водителю она обходится рублей 800 нету альтернатив наглость зашкаливает каждый день из дня в день возишь и смотришь на эту комиссию а это всего лишь до навсего и информационная площадка ответственности никакой не несет просто она выбилась из всех остальных да там более менее удобно и все остальное сейчас по шагнула вперед таких приложений можно сделать хоть сколько и ну если есть действительно альтернатива да вот мы сейчас рассматриваем как x-car всего лишь пять процентов я считаю в маленьких городах где таксисты друг друга знают постоянно там чаевничают встречаются общаются если действительно комиссия вот маленьком городе большая огромная да и если вот так вот пересечься всем и пообщаться и просто пересадить пассажиров пассажиры будут ездить клиенты есть просто пассажиров пересадить они не смогут просто заказывать тот или иной день тот агрегатор которому они привыкли они сразу скачают в два клика следующий агрегатор в которую а по которому они уже будут знать что там процент приемлемы всего лишь этот процент связывает водителя и пассажира по сверху этого мы еще платим огромную комиссию или как она называет проценты мой налог до 4 или 6 процентов с общей суммы то есть ну как бы наверно таксисты очень много зарабатывают что не считают деньги да и позволяют себе вот закрутить гайки да вот никаких возможностей там точка б активности там золото не золото баллы приоритета но это все просто ну из-за того что нет альтернатив а на самом деле они есть агрегаторов много если допустим ну в там начать с малого с маленьких городов переходить в сама в маленьких городах в альтернативные площадки то мне кажется монополист начнет задумываться и ослаблять гайки гайки просто закручено из-за того что мы ничем ничего не делали все пустили на самотек если говорить о том же самом макс карри до вернуться к этому агрегатору то в сети очень много разных версий мнений там кто-то ругает кто-то наоборот хвалит агрегатор на мой взгляд все это связано изначально с тем что компания пошла по какому-то странному пути развития то есть там были назначены кураторы которые там за что-то отвечали когда эти карты кураторы да уходили с этой системы не развив сервис потом соответственно у них возникли вопросы к этому сервису какие-то обиженные кураторы оставляли отзывы на этот сервис но фактически вот за то время которое вот вот этот агрегатор да находится на рынке ну на мой взгляд никаких вообще сдвижений не произошло там ни назад ни вперед то есть ничего не произошло совсем и не произошло это не по той причине да что допустим кураторы там не справились с возложенными на ними там задачами или или еще с чем-то а как мне кажется ничего не произошло по той причине что в сервисе нет заказов то есть нет пассажиров а для того чтобы были пассажиры нужна реклама для того чтобы была реклама нужны деньги для того чтобы были деньги их нужно откуда-то взять, вложить в рекламу, чтобы поехал пассажир. Пока пассажир не поедет, ну, не произойдет абсолютно ничего. Если говорить по той же самой монополии Яндекса, там проценты, что мы там платим, ну, ведь альтернативы нет, фактически. И что бы там кто ни говорил, там 3%, там 5%. Все заказы сегодня в Яндексе. И Яндекс уже настолько приучил нас какими-то такими противозаконными, да, противозаконными против морали, там, эстетики, какими-то принципами своей работы, принципами, основанными, ну, на наебалове водителя в первую очередь. То есть какие-то повышающие коэффициенты, которые нихера не повышающие, какие-то там баллы приоритета, которые нихера не приоритета, какие-то, соответственно, там доплаты, которые недоплаты. Ну, то есть, по факту это есть, но их нет, их не существует. По факту мы имеем каждый заказ, да, комиссию под 50%, 50%, который остается водителем. И с этим мы сегодня, да, в ближайшем будущем, наверное, не сделаем ничего. И ведь вопросы-то к Яндексу даже не столько связаны с какой-то там стоимостью, они связаны с тем, что вся система настроена на то, чтобы водитель как можно больше работал. Вот в сети, да, какие-то водители там пишут, я там в Яндексе зарабатываю, все отлично, там, чего вы ноете? Сколько ты часов проводишь на линии? Ты проводишь на линии, там, 20 часов. Ну, это противоречит не только там всем каким-то трудовым нормам вообще, трудового законодательства у нас в стране, но и какому-то здравому смыслу. Ну, в машине нужно жить, чтобы зарабатывать. К этому мы привыкли. Вот современное Яндекс.Такси, это когда водитель живет в автомобиле. Но ведь можно же работать как-то иначе, можно же работать по-другому. Можно же уменьшить аппетиты агрегатору, брать те же самые там X-каровские 5%, если бы у них были заказы. 5% брать. И водителю оставалось бы на 20, как минимум, на 25% выше. То есть, если водитель сегодня зарабатывает там за какой-то период времени, там, за 12 часов, не знаю, 6 тысяч рублей, то за этот же самый период времени он бы зарабатывал на 25% больше. Умножайте. Да, к большим городам, я думаю, пока это не относится, но вот, например, к маленьким городам, где действительно вот таксисты, они как клубок варятся в одном котле. Я считаю, что пока, допустим, ну, работа есть, ну, то есть водители, как бы, они постоянно возят в маленьком городе одних и тех же пассажиров. Утром в часы пик, вечером в часы пик, просто объяснили, что вот с такого-то числа, сначала встретились, пообщались, вот с такого-то числа мы перестаем катать монополиста, включаем, например, X-кар, да, который между нами, ну, нас связывает водителей и пассажиров всего 5%, просто объяснять, что это выгоднее. Заканчивая тему альтернативы или не альтернативы крупнейшему монополисту, который у нас есть, на мой взгляд, альтернативы нет и не будет. Маленький, крупный, средний город, неважно. На сегодняшний момент мы настолько приучены к халяве, к этой же самой халяве нас приучил в первую очередь Яндекс, к так называемой халяве, что нам просто удобно нажать кнопку, получить заказ и, не обращая на стоимость, начать поездку с квартиры, не выходя из дома, с подъезда, с автомобиля, когда ты присел. То есть сумма, которая у нас, да, отображается, это сумма грязных денег. И в первую очередь где-то на психологическом уровне это работает, то есть она просто запоминается где-то на уровне психологии, и вот за эту сумму мы едем, то есть не считая сюда расходы, комиссии и все остальное. И поэтому просто, ну, какие-то грамотные, наверное, психологи, и психиатры были привлечены к разработке этого приложения, и вот оно работает вот таким образом, ну, ура. Хотя, если вдуматься, если разобраться, то каждый водитель такси сегодня это нищий человек фактически, поскольку достойного заработка, того заработка, который он должен получать за проделываемую им работу, он не имеет. Поэтому, ну, альтернативы, вот нет, вот у меня такое мнение, будет это там X-Car, не X-Car, еще какие-то там компании на рынке. На мой взгляд, для того, чтобы был хоть какой-то маломальский толчок, туда должны вливаться деньги, и деньги немалые. Вот такой мой вердикт от меня. Что, кто думает там мнение, давайте обсудим в комментариях. Но если исходить из тех агрегаторов, которые вливали деньги, да, DD, там, все остальные, ну, влили и так же ушли. И так же и сетимобил тоже влил денег кучу, и так же самое потом поднял комиссию. И я, вот, мое мнение, по поводу площадок, да, сейчас уже можно, приложений куча, можно скачать, да, и вот удобно этот же X-Car. X-Car, всего лишь 5% разницы между водителем и пассажиром, это, мне кажется, в маленьких городах должно действовать, и действовать должно на ура. Потому что, ну, если вот так вот смотреть заказ, то цены в маленьких городах тоже эти, мой район врубают, чтобы не выезжать за пределы. А ты просто скачай нормальное приложение и не бери этот заказ. Там в этом же X-Car есть шкала, увеличивающая стоимость. Если человек не может увеличить, его заказ никто не берет. Он просто делает так, увеличивает просто стоимость на 50 рублей. Никто не взял на сотку, все. Не надо никаких там, там, звонить, объяснять. Ну, вот, человек увеличил заказ, может, кому-то в ту сторону надо, да, и увидит, что деньги приличные, и поедет. В этом приложении ты видишь конечную точку, ты видишь стоимость заказа. Вся информация о заказе есть в этом приложении. Ну, удобство, удобство максимальное. За то, чтобы это все видеть, да, ну, даже не все. Тебе в Яндексе никто не покажет, сколько ты заработаешь с этого заказа. Он просто пишет точку B. Ну, чтобы точку B заработать, надо просто порвать себя в клочья. То есть, ездить с утра до вечера каждый день, чтобы это накатать золото. То есть, ну, чем больше будет таких приложений, чем больше людей возьмутся, чем больше команд будет видеть эту ситуацию и возьмутся за такие приложения, и будут их внедрять в маленьких даже городах, да, лучше сначала начинать с маленьких городов. Чем чаще это будет все происходить, тем быстрее оздоровится отрасль. Чем конкурентнее среда в отрасли, тем больше зарабатывать будем мы, таксисты.